МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель у студии працуя Натальи Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Герои жнева сёня передовиков працы ушановывали в Житковицким районе. Жанучая солидарность областную организацию Белорусского союза Жанчин узначалила Алена Кличковская. Песня для Поднебесной. Гомельский гурт «Старый фольварок» принял делу Международным фестивалем молодежных коллективов в городе Чэнду. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. У Беларуси почалася парламентская кампания. Напереды не стали вядомые даты, а уже сёння Центр выборкам затвердил календарный план выборов. Проставники ЦВК на посяжение обмерковали амаль два десятки пытаний, у сродняких утворение выборчих округ, выдатки на проведение выборов, а так само организацию работы международных назиральников. В городе Минске, это самые крупные регионы, здесь 20 избирательных округов и одна минская городская, то есть 21 избирательная комиссия высокого уровня будут здесь образованы. Два самых маленьких регионы, это Гронинская и Могилёвская области. Там образуются по 13 избирательных комиссий окружных и одна областная избирательная комиссия, то есть по 14. Ну а на втором месте у нас Гомельская и Минская области, там здесь по 17 избирательных округов, с областными комиссиями это 18 комиссий. Ну далее Брестская область 16 и Витебская 14 избирательных округов. Нагадаем, напередодний президент Беларуси подписал указ об проведении выборов у Совет Республики 7 листопада и у Палату представников 17 листопада. На проведение кампании выделять 23 миллионы рублёв. Первый этап – створение округовых областных и Минской городской выборчих комиссий. И они повинны быть сформированы до 2 вересня. У Аграреу протягиваются напруженные прационные будни. Пакуль на дворье сприяя, необходимо максимально эффективно выкористовывать час. Что день всё больше комбайнеров и водителей региона передоливают рубежу тысячу тонн сборжа. Сегодня передовиков працы ушановили в Житковицком районе. Для них подрихтовали подарунки и невеликий концерт. Подробностей далее в сюжете. У механизаторов открытого акционерного товариства ТУРУ нарушена часовый припинок. Причина – уважливая. Передовиков непосредственно в поле венчуются значной падеей. Миколай Струк – заусёдый сярод лидера Ужнева. Эта кампания не стала выключением. Её намолотил полторы тысячи тонн сборжа. Это – лепший выник в районе. Как означает механизатор с 30-ти годовым стажем, николи не гнался за покажчиками. Головное – просто добро выконовать свою працу. Наводня глядяши на возникающие пирожкоды. В этом году условия были не очень хорошие. То есть дожди шли часто. А выбирать приходилось зерно. Ждали погоды. Выбирали местами, где сужейшие. Там выбирали, а где сырёвшие оставляли. Открытое акционерное товариство ТУРУ по праве личится одним из лепших у Житковицком районе. Тут самая высокая урожайность – 50 сантиметров с гектара. И пакуль самый великий на молот – амаль 12 тысяч тонн. Убрать засталось от шверть от запланованного. Коли на дворе будет сприять, механизаторы справятся за 6 дн. Однако на предприемстве не загадывают. Небесная канцелярия – непродказальная. Коли с початку аграрем перешкоджала весенняя засуха, то подчас початку уборочной зародили дожжи. Не было ни дня, как механизаторы имели махчимость працовать с раницы и до позднего вечера. Тем не менее, попередние выники жнива 2019 нельзя назвать неудалыми. Бывали годы, мы там, считай, просто убирали больше кукурузы на зерно, оно тоже шло, считай, в волоку, по валу больше молотили. А так вот по зерновым колоссовым это достойный урожай. Планируем где-то в пределах 15-15,5 тысяч пшениц. Выполнили стопроцентный заказ сразу же в течение недели. 3400 тонн. На поле ушановывают 10 человек, 5 комбайнеров и стольки же водителям. Кожный из них переодолил рубеж у тысячу тонн сбожжа. Средпередовиков як вопытные работники, так и подшинаютши. Героям сегодняшнего дня подарунки и невеликий концерт, каб ненадолго перевести дух и далее за працом. Приемная традиция церемонии – дегустация хлеба нового урожаю. По состоянию на сегодняшнюю дату в области 34 экипажа, которые перешагнули планку тысячного рубежа. И более 77 водителей перевезли в закрома своих хозяйств, в закрома нашей страны, также более тысячи тонн зерна. Мы видим, какие чистые глаза, как светятся их лица такими минутками. Мы понимаем ситуацию сегодняшнего дня и стараемся в самые короткие отведенные минуты поблагодарить наших участников за их труд. Середняя урожайность в Житковицком районе – 30 сантиметров с гектара. Это самый высокий показчик в регионе после Редшицкого. Местовые механизаторы намолотили больше 23 тысячи тонн сбожжа. Убрано амаль 70% площадь. Полностью с него завершится приблизительно простый день. Дмитрий Котов, Марина Джалая, Сергей Лукашук. Телерадио «Компания Гомель» из Житковицкого района. Темп роста экспорта товаров, выработанных в Гомельской области, в первом погоде склав 112,5%. Становшая динамика означается и по диверсификации экспорта. Например, Украины Евросоюза продается около 36% товаров. У ЕАЭС около 30%. Об выниках внешней экономической деятельности региона нашла размова на сегодняшнем брифинге у Аблевы-Канкаме. Как была макчимость поширать рынки сбыту, важно умоцовывать межрегиональные советы. Угытым накерунку показальным з'является форум регионов Беларуси и России, який пройшел у Санкт-Петербургу. Его основным вектором было развитие интеграционных процессов у союзной державе. В рамках форума подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Гомельским областным советом депутатов и Самарской губернской думой. Эта работа проведена в продолжении соглашения исполнительной власти, заключенной в прошлом году. В рамках форума подписано контрактов на сумму 93 миллиона долларов США, самые различные поставки, и мясомолочная, и техническая продукция, и машиностроение. Больше трывалые внешнеэкономичные совязи формировались и селета, и с Узбекистаном. Некольки дзен тому в Минску отбывся первый белорусско-узбекский форум регионов. У им удельничала и делегация Гомельской в области. По их выниках с трыма областями Узбекистану подписаны взаимовыходные погодненни. Среди ближайших планов по межрегиональному супрационнисту в делу другим форуме регионов Беларуси и Украины, який пройден на початку Кастрычника у Житомиры. Я наведаю все об клопотах, праце и марах Жанчин. И упевнено, что представницы этой половы человечества – великая створальная сила. Сегодня на поседении правления Гомельской областной организации Беларусского союза Жанчин набрали нового старшиню. Ею стала керавник справ областного выканавчика комитета Алена Кличковская. Яна пройшла профессийный шлях от выхователя в детячем садку до наместника и директора школы. Працевала у отделе адукации. Многие годы пройшли переважно в жанучших коллективах. Тому Алена Кличковская доброведая, что турбое Жанчин, чем яны живут и у выращения яких проблем частей за все мают потребу. Заразу в составе региональной организации Беларусского союза Жанчин амаль 13 тысяч человек. Самые масштабные первички у Калинковицким и Жлобинским районах. Задача нового керавника не только повеличить их колькосных состав. Головная Кабжанчина отшувалась биобороненной. Мела право примать активный удел социальным, экономичным и политичным в жите региона и краины в целом. В системе работы Беларусского союза женщин всегда есть понятие выездные правления и ближайшее выездное правление будет у нас проходить в городе Минске. Это будет 23 августа. У нас есть планы, которые мы верстаем с самого начала года. Но вместе с тем по предложениям нашей женской общественности мы рассмотрим обязательно вопрос о том, как на производстве поддерживаются семьи, как создаются условия для того, чтобы родители могли выполнять семейные обязанности. По кольже у активисток областной организации Беларусского союза женщин важные клопоты. Треба допомогти собрать у школу детей, которые остались без родителей, альбо растут в шмадзетных семьях. На чарзе и шмак новых цикавых акций, накерованных на тое, как, как могла больше людей в нашей краине отримали ширую увагу и допомогу. Установы культуры Гомельской области по выниках по угодзе выканали усе ключевые прогнозные показчики державной программы «Культура Беларуси». От позабюджетной дейности отримано больше 9 миллионов рублей доходов, что складает 109 процентов управнаний с леташними личбами. Установы культуры поширают сколькость платных послуг, а так само притягивают спонсорские сродки. Лидирующие позиции по гэтых показчиках займают Мазырский, Жлобинский, Светлогорский и Речицкий районы. За потребованными застаются и аддукационные установы сферы. Зараз конкурс на хореографичное отделение у Гомельский колледж мастатства и мясоколосках складает 2,5 человек на место. У Гомельский мастатский колледж 5,6 человек. Великое значение в регионе надают и захованию историко-культурной спадчины. Так у Петрикове добро упорядкованы все установы культуры. По отручению президента краины у мясовой школы мастатства у ЯКСОЛ это означает стаходя обновилась техничная база. Набыто новое обсталявание и музычные инструменты. Активно протягивается реконструкция Мазырского драматичного театра имя Ивана Мележа. При планомерном финансовании он открыт дверы уже в наступном годе. Остатние театрально-видовищные установы рыхтуются до осенне-зимового переду и створяют новые репертуарные программы. На приконце года областный драматичный театр цвяткует свое 80-ти годе. Масштабно в листопаде будет означаться и 100-годе головной культурной славутости Гомельщины. Музей Палацево-Паркового ансамбля. Протягнется в регионе и фестивальный марафон. В Калинковицком районе зараз рыхтуются до Республиканского фестиваля гумору, который пройдет в Малых и Великих Аутюках 14 вересня. На сегодняшний день независимо от того, что идет действительно и продолжает идти процесс оптимизации и конечно же мы смотрим затраты, которые идут сегодня на содержание учреждений, мы самое главное не утрачиваем той необходимости, которая сегодня есть в учреждениях культуры. Каждое учреждение независимо от того, библиотека, клубные учреждения, музейные или другого направления, театрально-зрелищные наши, каждое учреждение ищет свое направление, интересное для зрителя, читателя, вообще для наших людей. И самое главное, чтобы создать настроение и люди жили, сопереживали и понимали, что без своей культуры будущего у страны нет. Гомельский гурт «Старый фольварок» принял делу международным фестивалем молодежных творческих коллективов у столицы провинции Сычуань, городе Чэнду. Белорусский коллектив на таким масштабном форуме выступил у першиню. В Жахароу поднебесные гомельчане знакомились белорусским фольклором. Наши корреспонденты поцикавилися уражениями музыкантов. Белорусских выканавцев поднебесная сустрела азиатской гостинностью. Открытие фестивалю наведало больше за тысячу глядачов. На одной сцене гучала музыка у всех континентов. Выступила каля 60 творческих коллективов с полсотни краин. Программа гурта «Старый фольварок» стала одной из самых яскравых. Белорусские народные песни «Ой, рано на Ивана» слухачи на вас спривали подпевать. Когда техники получают настоящее удовольствие они танцуют за своими пультами за световыми они за звуковыми они стараются сделать максимальное количество эффектов. Видно, что они подпевают и слышно что подпевают и люди вот это настоящее впечатление вот это настоящее наверное такая народная ну побоюсь этого слова наверное любовь народное признание необычного для данной местности коллектива. На память про поездку у гамельчан застались и символы фестивалю сувенирные панды а так само почутчу радости и отмахчимости представить культуру родной краины на высоком узровне. Два дни репетиции по 16 годин урочистая церемония открытия концерты на городских пляцоках а так само знакомство с культурой поднебесной покинулись самые яскравые уражения. Невообразимо красивый город весь утопает в зелени есть что посмотреть кругом растет бамбук всякие экзотические растения вот это первое что впечатлило ну а потом конечно когда мы приехали на концерты мы увидели эти масштабы этих концертов организацию этих концертов это было действительно интересно чувствуешь себя там комфортно несмотря на то что абсолютно другая страна другой континент другой язык и культура музычный коллектив Старый фольварик появился в 2013 годе проект объединал молодых музыкантов натхненных идеей створать этническую музыку до речи только два отделника ансамбля профессиональные музыканты стиле визначен как New Age и World Music музыка в эти дни музычный хурт Старый фольварик прихтуются до выступления на международном фестивале этнокультур який отбудется у Курску послухать музыку ансамбля можно будет и у Гомеле на дни города 14 вересня а ближайшее выступление пройдет 18-го жнивня на муздрайфесте у областным центры Вероника Гамзюкова Василий Осипцов телерадиокомпания Гомель майстер спорту СССР и заслуженный тренер Беларуси по велоспорте Александр Борисюк отзначает юбилей 80 годов сегодня с днем народжения его веншовали сябры, коллеги и выхованцы его укладу развития спортивного жития региона складано переоценить Александр Борисюк начинал спортивный шлях тренерам и подрихтовал ни одного поспехового спортсмена на при конце 90-х годов узначаливал управление спорту Гомельского облывыконкама с его подачи в регионе начал развиваться фристайл именно в Тайон переконал Аллу Цупер приехать в Гомель один из самых значных передов карьеры работа выканавчим директором хоккейного клуба Гомель у многим дякуючий его намаганием у областным центры отродился профессийный хоккей при им Рыси завоевали первое и покулядинное чемпионство краины а так само стали саребранными призерами суперфиналу континентального кубка самое главное что не надо с первых же дней бороться за первое место это место достается через большой труд спустя определенное выстоявшееся для спортсмена время созревание его это и а так само иншая новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvarkomil.by на этом выпуск завершен и дякую за увагу и до новых встреч у эфиры эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Анна Карачук здравствуйте пытаясь скрыть факт мошенничества и уйти от ответственности работники одного из предприятий региона разорвали официальные документы на две тысячи мелких кусочков и выбросили их однако экспертам Гомельского межрайонного отдела государственного комитета судебных экспертиз не составило труда собрать пазл единственная сложность была в том что эти фрагменты товарно-транспортных накладных одинакового цвета и имели схожие реквизиты и все же установить целое по частям удалось экспертиза позволила выяснить основные обстоятельства по делу данное заключение явилось неопровержимым доказательством вины подозреваемых накануне сразу несколько мотоциклистов и водитель мопеда оказались в аварийной сводке госавтоинспекции про ДТП на улице Междугородней в Гомеле мы сообщали ранее будто Кошелевском районе проезжая часть оказалась мала для двух водителей двухколесного транспорта велосипедист и мотоциклист ехали в попутном направлении в какой-то момент мужчина на велосипеде выехал ближе к центру дороги и угодил прямо под колеса мотоцикла с травмами велосипедиста доставили в хирургическое отделение районной больницы в Гомеле пожилой мужчина на БМВ при повороте не предоставил преимущества в движении мопеду ДТП произошло на улице Фадеева в результате столкновения пострадал водитель мототранспорта его госпитализировали случайность или поджог в поселке Мастище Гомельского района на пожаре сгорели автомобили сарай пострадавших нет предварительная версия возникновения пожара неосторожное обращение с огнем неустановленного лица неосторожность неизвестного лица стала причиной пожара в деревне Лужок Кармянского района огонь уничтожил кровлю кирпичного сарая спустя несколько часов пожарным пришлось вернуться в поселок на соседней улице также горел сарай специалисты сообщают что источник зажигания был занесен извне как и на пожаре в Мозырьском районе в деревне Березовка сгорел дачный дом пострадавших нет две с половиной тонны дикорастущей конопли уничтожили правоохранители в Жлобинском районе поле площадью около двух гектаров обнаружили возле деревни Верхняя Олба делянка оказалась внушительной да и высота растений достигала двух метров для уничтожения конопляного поля привлекли сельхозтехнику скошенный зеленый дурман измельчили и закопали всего с начала реализации спецпрограммы МАК на территории Жлобинского района из незаконного оборота выведено более пяти тонн конопли и МАКа это все новости на сегодня оставайтесь с нами и берегите себя я Анна Корольчук благодарю за внимание до свидания эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский здравствуйте матчи 1-й 16-й кубка Европейской гонбольной федерации пройдут в Гомеле на домашней арене женская команда нашего региона будет принимать Истагу из Косова встречи состоятся 13 и 14 сентября в 19.00 и 17.00 соответственно напомню что гомельчанки стартуют с первого отборочного раунда в кубке ЕГФ сыграны очередные матчи третьего тура группового этапа кубка Руслана Салея хоккейный клуб Гомель встречался с Локомотивом после финальной сирены счет на табло был в пользу Рессии 4-3 продолжаются у гомельчан и кадровые пополнения годовой контракт подписал российский защитник Александр Петров минувший сезон он провел в составе Гродненского Немана и стал серебряным призером чемпионата страны а также обладателем Кубка Беларуси кроме того тренерский штаб пополнил и белорусский специалист Дмитрий Овсянников последним местом работы в Беларуси у него значится хоккейный клуб Бобруйск до этого он работал ассистентом главного тренера в Лиде и Металлурге гомельчанка Мария Мамашук завоевала бронзы на мемориале Циолковского на турнир который проходил в Варшаве собрались лучшие борцы со всего мира представительница нашего областного центра выступала в весовой категории до 68 килограммов Мамашук завоевала бронзу и разделила третью ступень пьедестала с украинкой Алиной Бережной первое и второе место заняли представительницы Монголии и Канады соответственно гомельчанка Виктория Новикова завоевала бронзу на Кубке Европы по дзюдо в Познане собрались представители национальных команд в возрасте до 21 года в турнире принимали участие две представительницы области Виктория Новикова и Валентина Трошко В первый день соревнований медальную копилку сборной Беларуси пополнила Новикова В борьбе за выход в финал она проиграла представительнице Хорватии которая и стала победительницей турнира в весовой группе до 70 килограммов Во второй день соревнований Трошко одержала победу в первой схватке но проиграла в двух последующих По итогам соревнований она заняла седьмое место На этом пока все с новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова